здравствуйте ребята меня зовут белоусова татьяна геннадьевна я учитель химии сегодня на уроке мы с вами продолжим учиться составлять химические уравнения и выполнять самую сложную на мой взгляд операцию это расстановку коэффициентов уравнениях реакции на предыдущем уроке мы с выяснили что очень часто в химических уравнениях работает метод уравнивания который называется ног наименьше общее кратное и так напомним давайте такой пример допустим у нас будет реагировать алюминий и кислород еще раз напоминаю что вещества если они реагируют между собой их формулы соединяют знаком плюс с правой стороны получается оксид алюминия давайте еще раз напомним что формула оксида алюминия можно составить методом нулевой суммы у кислорода минус 2 у алюминия по положению в таблице плюс 3 значит по правилу креста алюминий 2 о 3 вот в этом примере мы работаем через приемное меньшее общее кратно начинаем с того чей индекс больше кислород и так кислород можем подчеркнуть с левой стороны 2 справа 3 кратное для кислорода 6 6 делим на 2 получаем коэффициент 3 его выставляем перед формулой кислорода и 6 делим на 3 получаем 2 эту цифру выставляем перед формулой еще раз обращаем ваше внимание внутрь формулы ставить коэффициенты не следует алюминий остался алюминия слева 1 справа 4 соответственно кратное для алюминия 4 4 делим на 1 получаем 4 выставляем к алюминию и 4 делим на 2 выходим на ту же самую двойку но должна вам сказать что на меньшее общекратное этот прием уравнивания работает не всегда хотя и очень часто тем не менее существуют такие реакции где увы таким методом работать не получается приведем такой пример если взять сложное вещество оксид азота но и кислород в виде газа то между этими двумя соединениями получается соединение оксид азота 4 формула этого вещества я запишу сразу формула его но 2 но 2 является газообразным помню о том что мы газы показываем стрелочкой вверх я показала что это вещество газообразно посмотрите казалось бы я могу здесь поступить так же как дело в предыдущем примере но начать я должна на с тобой элемента которого по индексу больше а это кислород слева у нас его 3 в сумме но в сумме а справа 2 почему здесь приемная меньше кратное не работает только по той лишь причине что у нас кислород разделен на две части и тогда получается такой метод уравнивания через ног не подходит тогда здесь работает прием который мы называем условно не четный четный не четный четный что это за прием посмотрим кислорода с левой стороны 3 нечетное число и нечетно она именно в но а с правой стороны кислорода 2 его число четно тогда нечетный четный прием означает там где нечетно они четно здесь выставляем коэффициент 2 и от этой цифры мы будем отталкиваться. Итак, теперь у нас кислорода с левой стороны 2, да еще 2 в сумме 4, а справа у нас здесь 2. И тогда перед формулой NO2 нам придется поставить двойку. Осталось проверить по азоту. Азота слева 2, и справа его тоже 2. Уравнение приравнено. Но приравнено через особый метод уравнивания, называемый нечетный-четный. Приведем другой пример. Есть такое вещество, которое каждый из вас встречал в жизни. Это перекись водорода. Формула этого вещества H2O2. Вещество это непрочное и может разлагаться на воду и газ кислорода. Именно поэтому, когда вы перекисью обрабатываете рамки какие-то, если вы поранились, вы видите выделение газа. Этим газом является кислород. Итак, нам нужно уравнять данное взаимодействие. Начинаем с того, чей индекс больше. Но в данном случае мы могли бы начать с любого из них. Водорода 2 и справа 2. Водород в равенстве. Но кислорода слева 2, а справа, обратите внимание, в сумме его 3. Но кислород опять разделен на две части. И тогда получается, мы работаем тем же самым приемом. Тогда перед формулой воды, а кислорода именно здесь нечетно, мы выставляем цифру 2. Тогда кислорода слева 2, а справа его 4. Следовательно, перед формулой перекиси водорода выставляем двойку. Уравнение приравнено. Смотрите, получается, вот в этих двух химических процессах мы работали особым методом уравнивания, который называется метод нечетный-четный. И есть еще один такой пример, когда работают еще одним методом. Ну, условно мы его называем доставить коэффициент. Доставить коэффициент. Такие реакции обычно бывают в сложных примерах органических веществ, например, в старших классах. Итак, возьмем вещество С6Н14. Это вещество называется гексан и является частью бензина, такой смеси, которую используют для автомобилей. Это вещество является непрочным, и оно может разлагаться на вещество С6Н6, это вещество бензол, и давать газ водород. Водород газообразен. С какого я должна начать элемента? Казалось бы, этим элементом является водород. Но, смотрите, в чем сложность. Водород с правой стороны разделен на две части, и поэтому, каким образом водород приравнять, здесь пока не является очевидным. Тогда давайте мы переключимся вначале на углерод. Итак, углерода слева 6, справа 6. Углерод в равенстве. Теперь давайте займемся водородом. Водорода слева 14. Теперь обратите внимание, что в формуле С6А6 мы число углерода и водорода поменять не можем, потому что это число зависит от углерода, а углерода у нас в равенстве. Поэтому из этих 14 я отниму водород, который в этой формуле есть, то есть 6. 14 минус 6 остается 8. Но 8 у меня должно приходиться на весь водород. Но здесь же водорода 2 уже есть, поэтому 8 делим на 2 и получаем коэффициент 4, который мы и доставим в это уравнение. Таким образом получилось уравнение следующее. С6А14 разлагается на С6А6 и 4 водорода. И вот здесь работает тот же прием, который называется доставить коэффициент. То есть, на мой взгляд, вот учителя, я вам хочу сказать, что каждое химическое уравнение это некая ребус, задача, которую нужно суметь решить и подобрать коэффициенты, используя самые различные манипуляции. Где-то работает наименьшее кратное, где-то нечетное, где-то доставить коэффициент. А вот, например, в реакциях горения там работает свой способ уравнивания, который мы тоже с вами будем изучать. Но пока мы разобрали с вами основные методы. Ну, а сейчас давайте попробуем сделать задание, в котором будет требоваться найти сумму коэффициентов, которые соответствуют уравнением, которое мы с вами приравняем. Итак, первое уравнение выглядит так. Натрий плюс H-бром. Получается натрий-бром и плюс водород. Водород это газ. Но сейчас, чтобы записи у нас сильно здесь не усложнялись, будем работать с такой схемой. Водород является газом, но я сейчас это не показываю. Итак, давайте начнем с того, что приравняем это уравнение, а потом подыщем, какая из этих сумм подходит к этому ответу. Итак, какой прием здесь работает? Начинаем мы с того, чей индекс больше. Больше он у водорода. Тогда здесь работает первый прием уравнивания, называемый наименьшее кратное. Водорода слева 1, справа 2. Перед формулой H-бром ставим 2. Водород в равенстве. Брома слева 2, справа 1. 2 перед натрий-бром. Бром уравняли. Остался натрий. Натрий 1, а справа 2. Тогда перед формулой натрия ставим 2. Теперь считаем нашу сумму. Итак, 2 плюс 2 плюс 2 плюс 1. Получаем 7. Значит, для ответа номер 1 у нас подходит цифра 7. То есть ответ B. Цифра 7. Второй пример. СО2 плюс кислород О2. Получаем оксид серы 6. СО3. Так, давайте посмотрим, каким приемом здесь будем уравнивать. Итак, начинаем с тобой, чей индекс больше? А больше он кислорода. Справа его 3, а слева его количество в сумме 4. Но он опять разделен на две части. Так, какой прием работает? Здесь будет работать прием нечетный-четный. Тогда где нечетно? Кислорода нечетно здесь. Перед формулой СО3 ставим двойку. И тогда получается, что у нас кислорода слева теперь 4, а справа 6. Но как же разделить вот это количество 6 на две эти формулы? Могу ли я здесь тогда произвольно поставить коэффициенты, например, или перед этой формулой, или перед этой формулой слева? Нет, дело в том, что сера тоже зависимый фактор от кислорода. С левой стороны серый 1, с правой стороны теперь серый 2. Итак, перед формулой СО2 ставим двойку. Проверяем по кислороду. Кислорода слева теперь становится 4 плюс 2, 6, и справа тоже 6. Уравнение приравнено. Считаем сумму. 2 плюс 1 плюс 2 получилось 5. Значит, для второго ответа правильный ответ будет А, то есть сумма 5. Следующий пример. Аурум – это золото. 2О3 разлагается на аурум и кислород. Кислород – это газ. Теперь, с какой прием здесь уравнивания применим? Очевидно, здесь работают наименьшее кратное. Начинаем с кислорода. Кислорода 3 здесь 2, кратное 6. Тогда перед формулой А, ура, 2О3 ставим двойку. А, соответственно, 6 делим на 2. Перед кислородом – тройка. Кислород уравняли. Остался аурум золото. 2 умножить на 2 – 4 золота с левой стороны. Ну и тогда 4 нам нужно поставить перед формулой золота справа. Считаем сумму. 2 плюс 4 плюс 3. Соответственно, получаем 9. А 9 – это цифра D. Итак, для третьего ответа правильный ответ D. Сумма 9. И остался еще один пример. Итак, Н2 плюс H2 получаем NH3. Это такой известный промышленный процесс. Называется синтез габера – получение аммиака. Аммиак – это очень полезное вещество, которое используется в самых разных областях. Итак, какой прием здесь применить? Мы начинаем с того, чей индекс больше, а больше он у водорода. Тогда, очевидно, здесь тоже работает наименьшая общая кратная. Итак, 2 водорода слева, 3 водорода справа. Кратная 6. 6 делим на 2 перед формулой водорода 3. И, соответственно, 6 водорода делим на 3, получаем 2. По азоту получается равенство. Итак, у нас сумма получилась 1 плюс 3 плюс 2. Сумма получилась 6. А 6 соответствует В. Тогда для ответа 4 у нас будет сумма 6, то есть В. И это сумма 6. Вот таким образом работают в заданиях, если, например, вам именно этот фактор и нужно определить. Допустим, правильно уравнять и найти соответствующую сумму. Вот такой вид задания присутствует очень часто во всевозможных экзаменах, контрольных работах и так далее. Поэтому, надеюсь, как расставлять коэффициенты в уравнениях, вы теперь будете понимать. И какой из методов будет работать в том или ином случае, надеюсь, вам тоже будет понятно. Обратите внимание, что все наши левые части этой таблицы нашли ответы из правой части. Но один из ответов, то есть ответ Г, оказался лишним. Это делается специально в таких заданиях для того, чтобы не было элемента угадывания. Поэтому обязательно такие ответы закладываются. Это чисто вот такой момент, который используют для составления таких заданий. Ну, а теперь я надеюсь, что в сегодняшнем уроке вам понятно, как делается расстановка коэффициентов. И вы будете такое задание делать уверенно и правильно. Помни о том, что существует и наименьший общекратный прием, нечетный-четный, доставить коэффициенты. И для вас каждое уравнение будет такой вызов, который вы должны суметь увидеть. И каким методом уравнивания вы с таким уравнением можете справиться. Но должна вам, правда, сказать, что бывают и более сложные химические уравнения. Но все начинается от простого, идут от простого в сторону сложного. И со временем мы с вами научимся расставлять коэффициенты и очень сложных химических уравнений. Знаете, приведу вам такой пример из книги рекордов Гиннеса, когда был приведен такой пример и предлагался детям уравнять в школе, на Олимпиаде, международной Олимпиаде. Когда участвующих веществ слева было 10 и получавшихся 12. И самый большой коэффициент, который дети должны были подобрать, составлял 1430. Представляете, какие огромные коэффициенты бывают в химических уравнениях. Ну а на сегодня у меня все. До новых встреч, ребята!